Глава седьмая Спустившись на утро к завтраку, Мойра очень удивилась, увидев Йоина, сидящим за столом. «Доброе утро, Мойра!» — поприветствовал он ее, уплетая овсяную кашу с гринкой, щедро сдобренной маслом. «У тебя хорошее настроение, Йоин. Надеюсь, ты расскажешь мне о юной леди, которая, очевидно, является тому причиной». «Да, признаться, я окрылен. Юную леди зовут Мэри Энн. Ей двадцать лет. Ее отец Маркиз. Она очаровательна, и я намерен навестить ее сегодня утром». Мойру тронула волнение брата. Йоин влюблен. «Какая она из себя. Хорошенькая?» «Очень. Ее ни с кем не спутаешь, потому что ее волосы такие же рыжие, как у меня. Я говорил ей, что среди ее предков наверняка найдутся шотландцы». Мойра смутно припомнила вздорную девушку с золотисто-каштановыми волосами, которая весь вечер громко смеялась. Она была из той компании, что окружила Юэна, как только они приехали на бал. «Ах, да, леди Мэри Энн Киркбрайт», — вмешалась леди Каннингем. По тону графини Мойра поняла, что Таня одобряет леди Мэри Энн. У Маркиза Киркбрайда довольно пестрое прошлое. «Но они богаты?» Юэн не смог скрыть живого интереса. Мойра бросила на него сердитый взгляд. «Леди Каннингем ни в коем случае не должна догадаться, что выбор невесты продиктован катастрофическим финансовым положением семьи». «Баснословно», — последовал ответ. Однако нежелание графини вдаваться в подробности заставило Мойру насторожиться. «Если Юэн сделает ей предложение, придется оставить свое мнение при себе и радоваться за брата», — решила она, поднимаясь из-за стола. «Но ведь он не будет предлагать руку и сердце после первой же встречи?» «Мойра, Сара, увидимся позже». Юэн элегантно поклонился и вышел из комнаты. «Какой красивый молодой человек», — заметила Леди Каннингем, складывая салфетку. «Мойра, дорогая, как твое самочувствие после вчерашних переживаний?» «Со мной все хорошо. Спасибо, Сара». «Но мне право кажется, что у нас в гостях ты не чувствуешь себя настолько хорошо, насколько могла бы, и я очень хочу помочь. Не спорь. Я видела эти твои тоскливые взгляды. Скажи, могу ли я что-нибудь сделать, чтобы тебе стало легче?» «Ты, конечно, волнуешься о здоровье отца». Слава графине как будто выбили у Мойры почву из-под ног. Она ничего не могла с собой поделать. Просто разрыдалась. Продолжая плакать, словно ее сердце вот-вот разорвется, Мойра вышла вслед за Леди Каннингем в другую комнату, укрывшись от взглядов прислуги. Закрыв дверь, графиня усадила девушку на диван со стеганой спинкой и присела рядом. Мойра промокнула глаза новым кружевным платком и начала. «Мне право же не следует посвящать вас в наши семейные дела, Сара. Но вы так добры. Я чувствую, что могу доверять вам, и мне больше не с кем поговорить. Дело в отце. Его недуг гораздо серьезнее, чем можно предположить». Леди Каннингем покачала головой не в силах поверить тому, что слышит. «Его жизнь в опасности?» Мойра, ты должна мне рассказать. «Мы не знаем наверняка. Судя по всему, его болезнь проистекает из глубокой меланхолии, причины которой нам неизвестны. Девушка мысленно поморщилась, сказав неправду. «Но я не могу открыться ей, как бы мне этого не хотелось», — подумала Мойра. «Мама с папой придут в ужас, если узнают, что я все рассказала. И Юэн никогда мне этого не простит». «Полагаю, вы советовались с врачами?» «Маме сказали, что отцу нужен покой, и поэтому мы решили нанести вам ответный визит». Ах, теперь все ясно. К облегчению Мойры рассказывать большего не пришлось. Леди Каннингем как будто удовлетворила такое объяснение, и вопросов она уже не задавала. В этот момент дверь малой гостиной распахнулась, и в комнату влетел злой, как черт, Юэн. «Юэн, мы думали, тебя не будет некоторое время». Молодой человек в ярости стал мерить шагами комнату. Его глаза сверкали, на лице горел лихорадочный румянец. «Не могу поверить, так-то ведут себя благородные лондонские леди». «Юэн, пожалуйста, возьми себя в руки», — принялась спокойным голосом увещевать брата Мойра. «Не могу». «Тогда расскажи нам, что тебя так расстроило», — предложила леди Каннингем, вызывая Бэрбриджа. «Мэри Энн, это вульгарная особа!» «Юэн», — предостерегающе прикрикнула на брата Мойра. «Пожалуйста, воздержись от подобных выражений». «Прошу прощения, леди». Бэрбридж постучал и, получив разрешение войти, бесшумно проскользнул в комнату. «Кофе, пожалуйста, Бэрбридж». Леди Каннингем прекрасно знала, что надо делать в таких ситуациях. Лорд Каннингем, уехавший сейчас на охоту в свое графство, был часто подвержен дурному настроению. «Ах, прости меня», — извинился Юэн, присаживаясь на диван рядом с Мойрой. «Но я только что свалял дурака». «Как же так?» «Я отправился к Мэри Энн. Когда я пришел, меня заставили точно Лакея сидеть в холле вместе с вереницей других молодых людей, которые тоже пришли к леди Киркбрид. Мойра ничуть не удивилась. А сама юная леди в это время ходила по магазинам. Мыслимо ли это? Вернувшись, она посмотрела на нас, будто мы стадо жеребцов. Брови леди Каннингем взлетели вверх. Она не привыкла к таким откровенным выражениям. Разумеется, я не стал терпеть такого обхождения и ушел. Посмотрев на сестру, Юэн вдруг заметил, что она плакала. Но с девушкой приобрел весьма непривлекательный красноватый оттенок. Глаза тоже покраснели. Но постойте, что же это я трещу как сорока, если и слепому видно, что тебя кто-то расстроил? Прошу, расскажи, что случилось. Надеюсь, это не Маккинон опять? Просто немного затысковала по дому. А вот и кофе. Спасибо, Сара. Леди Каннингем подождала, пока Бербридж нальет кофе, а потом изящно повернулась к двери. Без колебаний она покинула комнату и закрыла за собой дверь. «Теперь расскажешь, что тебя расстроило», — потребовал Юэн. Мойра сделала глубокий вдох. «Я хочу домой, Юэн. Лондон мне ненавистен. И абсолютно понятно, что я не найду здесь жениха. Мне кажется, что у меня больше шансов в Глазго». «Но ты не можешь ехать одна, это недопустимо», — ответил Юэн, вскакивая на ноги и вновь принимаясь расхаживать по комнате. «Ты должна помнить, зачем мы здесь, помнить о своем долге. Мы должны что-нибудь предпринять, чтобы отец не потерял имение. И личное счастье, твое или мое, сейчас не в счет, понимаешь?» Мойру потрясло, как жестко разговаривает с ней брат. Однако она понимала, что Юэн прав. «Ах, я веду себя как эгоистка», — воскликнула она, бросаясь к нему в объятия. «Должна признаться, я немного завидую твоему успеху, пусть даже с Мариэн ничего хорошего не вышло. В Лондоне так много юных леди, которые находят тебя очаровательным. Ты обязательно найдешь себе невесту, это лишь вопрос времени». «А ты встретишь достойного молодого человека», — утешил сестру Юэн. «Я знаю. Если бы я только могла ему поверить», — подумала Мойра. «Но в глубине души я знаю, что не встречу никого, кто бы понравился мне больше Стюарта Уэстона». Следующие несколько недель прошли в водовороте светской жизни. Леди Каннингем вывозила Юэна и Мойру на многие балы. Кроме того, с приближением Рождества нужно было посещать благотворительные концерты, выставки и рождественские песнопения на Баркли-сквер. На всех этих мероприятиях Мойра невольно оглядывалась из страха, что рядом может оказаться Ангус Маккинон. Однако он больше не появлялся. Девушка познакомилась с двумя интересными молодыми людьми, и один из них — сын судьи, даже навещал ее несколько раз. Но знакомство быстро исчерпало себя, как только выяснилось, что у молодого человека нет достаточных финансовых средств. Юэн тем временем превращался в разбитного франта, и на Курзен-стрит рекой текли письма, пропитанные девичьими духами. «Ты разбиваешь столько сердец?» — заметила леди Каннингем, когда одним погожим декабрьским утром Юэну принесли два очередных послания. «О тебе говорит весь Лондон». Юэн густо покраснел и шаркнул ногой. Невзирая на бравые речи, он по-прежнему тушевался перед женщинами. Тем не менее, сейчас Мойра с трудом узнавала в нем грубовато, добродушного, далекого от флирта мужчину, который уехал из Шотландии всего несколько недель назад. «Так много юных леди. Наверняка есть одна, которую ты ценишь выше остальных», — спросила как-то Мойра, посмеиваясь. «Нет, мне еще только предстоит встретить жемчужину своего сердца», — ответил, пожав плечами Юэн. «Я узнаю ее, как только увижу». «А ты, сестричка, что стало с тем серьезным молодым человеком?» Настал черед Мойре краснеть. «В конце концов, оказалось, что он мне не подходит», — ответила девушка, бросив на Юэна многозначительный взгляд, сразу же понятый братом. Юэн и Мойра сидели на мягких диванах и наблюдали, как солнечный свет льется в окна гостиной. «Юэн, как ты думаешь, смог бы ты жить в Лондоне?» «Нет, я уже соскучился по нашим горам. Лондон, конечно, хорош, но воздух и пейзажи Лох-Эрна ни с чем не сравнятся». «Думаешь, нам улыбнется удача, Юэн? Осталось так мало времени». «Мойра, мы ведь договаривались, что если придется остаться на Рождество, мы останемся». «Да, знаю. Но я соскучилась по маме, и мне очень не хочется встречать Рождество без родителей. Какой же это будет праздник, если мы застрянем здесь?» «Я прекрасно тебя понимаю, сестричка. Но, насколько мы знаем, кредиторы уже могли начать распродавать поместье. Разве не на прошлой неделе должны были забрать опись?» «Да, на прошлой». «Странно, что мы не получаем из дому никаких вестей». «Странно, но мама, наверное, тратит много сил на заботу об отце, а ведь нужно еще управлять имением». «Да, но в это время года его в какой-то степени можно пустить на самотек. Помощь понадобится только в январе, когда у овец начнется окот». У Мойры все внутри оборвалось. «В январе. Она так надеялась быть дома к Рождеству или, в крайнем случае, к Хагманею». Юэн поймал испуганный взгляд сестры. «Мойра, мы ни на секунду не должны забывать, зачем сюда приехали. Я-то уверен, что скоро найду себе подходящую невесту. А вот ты должна приложить больше усилий». При этих словах Мойра вздрогнула, как от укуса пчелы. Но брат говорил правду, и она знала это. Однако с флиртом у нее ничего не получалось. Каждый раз, встречая кого-нибудь, она невольно сравнивала его со Стюартом. Как ее огорчало, что он не писал. Прошли долгие недели, и девушка перестала ждать почту, потому что ей никогда ничего не приходило. Мойру до того расстраивал такой поворот событий, что она даже злиться на Стюарта не могла. «Мойра?» «Да, Юэн, ты, как всегда, прав. Но мы так давно не получали вестей из дому, мне не терпится узнать, пошел ли отец на поправку». Уверен, он чувствует себя настолько хорошо, насколько это возможно. Иначе мама бы нам написала. Сара думает, будто мы уехали, чтобы он отдохнул. «Тем лучше, что она в это верит. Мойра, ты не должна говорить с ней об истинной причине нашего пребывания здесь. Обещай мне». Мойра кивнула в знак согласия, но почувствовала, как в душе растет возмущение. «Но почему мы оказались в такой ситуации? Зачем нам встретился этот Ларри Харвуд?» В тот же день после обеда Мойра вместе с леди Каннингем отправилась на очередной прием в ее экипаже. Погода изменилась, и когда они ехали в Кенсингтон к леди Томпкинс Майс, над Гайд-парком висел легкий туман. Мойра выглянула из окна с интересом, рассматривая статую принца Альберта. «Такой выдающийся человек», — подумала девушка, — «и так предан королеве». Визит получился приятным, а леди Томпкинс Майс оказалась приветливой хозяйкой. У ее гостиной было так же людно, как в приемной врача, и несчастная маленькая горничная сбилась с ног, подавая чай и открывая дверь. Позже, по дороге домой, леди Каннингем деликатно спросила Мойру, не ищет ли случайно ее брат невесту в Лондоне. «Вы правы», — ответила девушка. Юэн рассудил, что ему пора задуматься о браке. В Шотландии он не имел особого успеха и решил, что попробует добиться большего в Лондоне. Очень важно, чтобы он женился и произвел на свет наследника. Стреткера ныне многочисленный клан, и кроме Юэна продолжить род некому. Как жаль. Я думала, что в Шотландии немало достойных леди, которые могли бы ему приглянуться. Боюсь, что многие лондонские барышни довольно ветренны, в чем Юэн мог убедиться на приеме этой Мэриэн. «А ты, моя дорогая, я правильно предположила, что ты тоже в поиске?» Мойра густо покраснела и призналась. «Здесь вы тоже правы. Я молода, но мама не хочет, чтобы я затягивалась за мужеством. Она вышла замужем в 20 лет и хочет, чтобы я пошла по ее стопам. Но это отвратительное происшествие с Маккинаном. Дорогая, расскажи, пожалуйста, что произошло на самом деле?» «Вы и так все знаете, Сара. Он подкараулил меня в саду Хэкфилдов, а потом напал. Мне говорили, что вы уже встречались с ним раньше. Юэн обмолвился, что во время вашего путешествия на корабле мистера Уэстона произошел какой-то неприятный инцидент. При упоминании о Стюарте сердце Мойры забилось так быстро, что у нее перехватило дыхание. Девушка изо всех сил старалась не думать об Уэстоне, но долгими ночными часами в одиночестве тосковала по нему и надеялась хотя бы получить от него и весточку. Мойра понимала, что, вопреки всем стараниям, оказалась невластной над своими чувствами. Она любит его. Да, она любит его. Милая моя, если это слишком болезненная тема... Ласковый голос Леди Каннингем прервал ее размышления и заставил вздрогнуть. Мойра рассердилась, что позволила себе думать о Стюарте. МакКиннон присоединился к нам к Винсвери и с первых же минут знакомства вел себя неподобающим образом по отношению ко мне. У него манера превратно толковать факты, и он хотел представить все так, будто я сама виновата в том, что произошло. И что же произошло? Он попытался поцеловать меня и силой мной овладеть. Леди Каннингем ахнула. Она обняла Мойру за плечи и прижала к себе. «Бедная, бедная девочка. Я понятия не имела, что все настолько серьезно. Я позабочусь, чтобы этого человека не принимали ни у кого из моих друзей. Я сейчас же всем напишу и раскрою истинное лицо этого... этого низкого человека». Графиня погрузилась в раздумья, а потом продолжила. «Но ты не должна из-за одной паршивой овцы отказываться от поисков жениха. В лондонском обществе достаточно молодых неженатых джентльменов, и я лично займусь тем, чтобы познакомить тебя с самыми достойными. Ну вот, у нас есть план». Мойра слабо улыбнулась. Сара была к ней так добра, почти как мать. Девушка не хотела показаться неблагодарной, но и не хотела никаких новых знакомств. Хотя Мойра не говорила этого Юэну, она тайно возлагала все надежды на него. Он найдет достаточно богатую невесту, и ей не придется выходить замуж по расчету. «Боюсь, что Стюарт установил для меня планку, до которой не сможет дотянуться никто другой», — вздохнула девушка. У Мойры было тяжело на сердце, когда она поднималась по ступенькам к дому Каннингемов. Открывший им двери Бэрберидж был, как всегда, торжественно серьезен. «Миледи», — объявил он. Его светлость вернулся с охоты. «Ах, боже мой», — воскликнула Леди Каннингем, поворачиваясь к Мойре. «А я так надеялась, что мы успеем устроить еще несколько званых вечеров. Лоренс возмущается, если я провожу их чаще, чем раз в неделю. Я пыталась объяснить ему, что в этом нет ничего плохого, но он не соглашается». «Миледи, вам письмо. И еще одно для ваших гостей». Бэрберидж поклонился и подал Леди Каннингем серебряный поднос. На нем печать Брамптонов. Какое же известие от них пришло? «А это для вашей светлости». Бэрберидж протянул поднос Мойре. На долю секунды у девушки замерло сердце. «Может быть, это от Стюарта?» Но Мойра помнила. Бэрберидж сказал, что письмо адресовано им с Юином вместе. Увидев знакомый почерк, девушка поняла, что это из дома. «Спасибо, я подожду, пока вернется брат, и мы откроем письмо вместе». «О, Господи, это ужасно! Несчастье!» Воскликнула графиня, роняя письмо на пол. «Сара, что случилось? Плохие вести?» Леди Каннингем уже открыто плакала. Мойра подняла письмо, взяла графиню под локоть и торопливо повела ее в гостиную. «Ой, я не могу в это поверить!» «Сара, умоляю, расскажите мне!» Присев на диван, Леди Каннингем немного успокоилась и промокнула глаза. «Мой очень, очень хороший друг, герцог Брамптон, попал в ужасную катастрофу и погиб. Его корабль затонул в проливе Соленд. Никого не удалось спасти. Старший сын Брамптона тоже был на корабле. Это ужасное, ужасное известие. Никто не выжил? Ни один человек. Ах, бедная Пруденс, потерять не только мужа, но и сына. Остались только они с дочерью. Дорогая, ты не обидишься, если я предоставлю тебя самой себе. Нужно немедленно сообщить Лоуренсу эту весть, и я просто обязана взяться за перо и выразить свои соболезнования». «Конечно, конечно», — ответила Мойра, которая вдруг стала нехорошо. «Что, если в нашем письме тоже дурные вести?» — подумала она. «Ах, где же Юэн?» Наконец, из прихожей донёсся голос Юэна. Он вошёл в гостиную с озабоченным видом. «Что случилось, Мойра?» Девушка ничего не сказала, лишь протянула брату конверт с фамильным гербом. Юэн взял у неё письмо и целую вечность смотрел на него в молчании. «Ты не вскрывала его?» «Нет, хотела дождаться твоего возвращения. Вдруг это плохие новости?» Брат и сестра сидели, глядя на письмо. Наконец, у Юэна не выдержали нервы. Он взял конверт со стола и сорвал печать. «Ну», — поторопила его Мойра, страшась того, что он может прочесть. «Это от матери», — начал Юэн. «У неё всё хорошо?» «Отец здоров?» «Более-менее. Но это не всё». Американский банк прислал Увленда к представителю, чтобы тот проверил опись, которую составила мама. «Мойра, ты понимаешь, что это означает?» Мойра в недоумении уставилась на брата. «Если они прислали человека провести повторную опись, это значит, что они скоро будут выставлять всё на продажу». Мойра ахнула. «Но, Юэн, они ведь не могут просто взять и продать всё, что у нас есть. Должно состояться какое-то судебное разбирательство или что-то в этом роде». «Нет, эти люди могут поступать, как им заблагорассудится», — угрюмо ответил Юэн. «У нас мало времени, сестричка. Самая большая — месяц. Нужно с удвоенной силой взяться за поиски богатых супругов. Это единственный способ спасти Лэндок». Мойра от ужаса лишилась дара речи. «У нас гораздо меньше времени, чем я думала, чтобы бросить вызов неизбежному». Мысленно простонала она. Юэн, бледный как смерть, грыз костяшки пальцев. «Мойра, мы должны сделать всё возможное и довести до конца свою затею. Балы и тому подобное — хорошая штука, но хватит легкомыслия. На кону будущее Стреткеронов и Лэндока. Ты готова приложить все силы, чтобы найти мужа?» «Да», — ответила Мойра, отворачиваясь от брата, чтобы тот не видел её слёз. «Сара только сегодня говорила, что познакомит меня с достойными молодыми людьми». Юэн пробурчал что-то одобрительное и вручил Мойре письмо. Читая его сквозь слёзы, девушка мысленно повторяла одно и то же. «Ах, Стюарт! Стюарт, где ты, когда я в тебе так нуждаюсь?» Но в глубине души Мойра знала, что он не сможет отвратить неизбежное, и от этой мысли плакала ещё безутешнее. «Ах, Стюарт! Стюарт! Стюарт!» Продолжение следует...